здравствуйте туристы милитаристы ну вот магазин вам не опять лишает мне удовольствие спонтом вытащить нож и произвести распаковку как настоящий продвинутый нажиман почему потому что просто одним движением посылка открывается буквально пять минут назад ответил одному камраду вконтакте написал о том что много рекламы скрытой и реальной в группе архадыр вконтакте я могу сказать ребят совершенно откровенно я ему тоже самое ответил вся реклама абсолютно открытая то есть те производители те магазины которые с нами сотрудничают они в любой момент могут опубликовать какие-то свои акции скидки какие-то новинки и прочее прочее в группе архадыр вконтакте все почему потому что опять же я ему сказал и вам говорю совершенно честно что я за какую-то рекламу каких-то денег не получаю весь смысл в чем в том же в том чтобы у людей была возможность приобрести понравившиеся им ножи как можно дешевле как можно чтобы был сервис качественнее то есть я не скрываю что ламни это не единственный магазин который присылает нам ножи и если другие магазины которые присылают у них сам факт того что они предоставляют нож звучит их название является так или иначе рекламой и этого опять же никто не скрывает плюс какие-то магазины они так или иначе какие-то именно по какому-то своему профилю именно более выгодные бренды стараются разрекламировать на которые у них скажем больше идет навара или которые цель больше продать конкретно у ламни я сам прошу то что мне нравится то что я хочу ну или мы скажем так они предлагают и мы обсуждаем любом случае фишка в чем в том что конкретно именно ламнию я с огромным удовольствием рекламирую совершенно от чистого сердца почему потому что у них отличнейшие цены и просто безупречный сервис совсем недавно паша некрасов сетовал на то что была задержка посылки из ламни но опять же мозг трясла российская таможня конкретно вот я понимаю что эстония и финляндия соседние государства но факт в том что у нас так быстро почта не идет в эстонии внутри эстонии внутри маленькой эстонии как она пришла мне из финляндии из ламни то есть посылка это была отправлена вчера и сегодня она уже передо мной ну вот давайте достаем смотрим что же у нас тут вниз такого приехал на обзор и тест нож мартини красавчик просто вот тот самый мартини который мартини посмотрите какая карелочка на рукояти просто диво дивно легкий хищный не толстый клинок у финки дальше вот и он ахти вара первый участник третьей номинации зарубы архадыр 2017 очень плотно сидит в ножнах аккуратный клиночек аккуратная рукоять ну по восхищаться мы сможем непосредственно во время обзора во время конкурсных тестов немножко поменьше рукоять чему левку но она прям такая нож очень легкий прям вот ножи с душой реально ножи с душой достаем вот такую вот коробочку глядя на это название вы понимаете что сейчас речь пойдет о о красивом о стильном о интересном не очень дешевом ноже ибо это у нас экстрема ратио нож бф3 dark talon talon у нас означает коготь особого отличия от слова клоя честно говоря не вижу то есть это просто скажем так два значения одного слова вот так выглядит нож сложенном виде согласитесь очень изящно выглядит прям вот даже не раскрывая нож я просто знал какой нож вот я при вас распаковал то есть я его еще не раскрывал в принципе но я знал просто какой нож приедет я могу сказать конечно же что итальянцы они реально вот экстрема ратио это просто какой-то я не знаю на живой ренессанс они помимо того что их ножи реально хищные мощные они делают их невероятно красивыми то есть вот смотрите вот рау просто трактор не нож а трактор ладно я уж целом не потащил сюда мы сейчас говорим о складных ножах но в нем все равно присутствует какое-то вот такое изящество действительно мощь сочетается с каким-то ну просто с какой-то легкостью но если мы говорим о темном нашем когте о dark talon вот так выглядит нож который мы будем ближайшее время с вами тестировать чувствуется что очень острая заточка несколько есть хороших толковых действительно обзоров на этот нож на ютюбе я не нашел ни одного теста поэтому я благодарю магазин вам не за то что у нас будет возможность не просто покрутить его в руках а порезать построгать там какие-то с ним манипуляции сделать сразу скажу забегая вперед что тысяча десять тысяч сто два рубля стоит он в россию ребят вот опять момент ценообразования буквально коснусь вы меня конечно извините но всякие разные у нас тут ножи бывали которые стоят там по 7 по 8 по 5000 даже если сравнивать вот за 5000 там например рублей какой-нибудь несколько иной нож я вам честно скажу стоит он сто восемьдесят три евро на официальном сайте экстрема ратио и для того чтобы мне например заказать его в эстонию не нужно отдать конкретно в ламни и 150 по моему евро 10100 рублей лично по моему мнению за нож экстрема рацию ратио все время все время у меня соскакивает это те на мой взгляд за такую вещь это нормально совершенно нормальные деньги лайнер лог отжимается он здесь не привычным непривычным для нас отмести как обычно другие ножи а именно только вот здесь где с одной стороны в рукояти сделана выборка и вот так вот это все открывается безусловно тут у нас еще маслица я время от времени буду протирать безусловно первое что привлекает внимание это просто роскошная по своему инженерному замыслу клипса по-другому я не скажу клипса переставляемая под левую руку положение клинка только в режиме тип об кончиком наверх скорее всего это обусловлено не только скажем конструкции всего ножа но и в том числе тем что нож очень длинный и наверное таким образом если вы ставите его на карман карман должен быть не маленьким таким образом наверное производитель самую малость подстраховался чтобы при если скажем вы тип даун как-то случайно нож раскроется вы его можете довольно глубоко себе за сандалить куда-нибудь в бедро ну может это мои измышления может здесь больше связано конечно и в целом но в любом случае как я уже сказал клинок встает только в режиме клипса у нас только в режиме тип об и очень красивая глубочайшая посадка на карман и сама по себе само по себе решение перекинуть клипсу вот так вот через рукоять это дива дивная когда я вижу вот этот черную матовую поверхность клипсы которая вот обработана скажем так с этими отверстиями я хочу спросить господа из компании benchmark spider к там ну частично кол стил вам что трудно придумать красивые клипсы вот отдельно если не трудно прокомментируйте я считаю что клипсы у экстрема рацию они действительно очень красивы плюс они реально хищные они если хотите даже вот не очень люблю это слово они даже тактически они незаметные но при этом человек который в теме он всегда как говорится опознает эту клипсу и поймет что к чему почему-то у нас только три винтика здесь я думаю что скорее всего это связано что клипса отверстие не попадает у нас на четвертое отверстие в рукояти и если мы ее переставим то как раз таки эти три винтика будут держать нож для левши для левши не самый удобный скажем замок лайнер лог но как говорят некоторые персонажи люди привыкают и мне даже те же самые левши некоторые пишут гневно что-то у нас тут выставляешь все удобно все прекрасно получается ну без проблем в общем вот так вот сам по себе нож чрезвычайно легкий 123 грамма всего вес несмотря на то что он полностью металлический и если сравнивать четверка из шестерка эти light это как раз таки вот тот самый вариант когда у вас нож не такой громоздкий как шестерка но при этом более длинный более длинный клинок чем у четверки поэтому вот он такой вот чем мега классный конечно нож очень красивый он действительно похож на какой-то коготь росомахи и не так много места будет занимать на кармане как ну тот же самый фрэнди например если сравнивать опять же традиционные для для экстрема рацию именно вот эти выемки в рукояти в большинстве ножей они так сделаны это не только для удобства скажем так это скорее именно такая дизайнерская фишка чтобы рукояти ножей были узнаваем и чтобы они были действительно скажем видно было именно породу сделана рукоять из алюминиевого сплава антикородальный анодированный алюминий на самом деле это просто прочный жаростойкий алюминиевый сплав и очень конечно приятная такая в меру цепкая в меру гладкая поверхность алюминия то есть если я беру несмотря на то что рукоять у нас металлическая я чувствую рукой совершенно четко что у меня вот ну сцепление пальца с рукоятью она есть клинок конечно же напоминает безусловно не только клинок вместе с рукоятью вот это коромысла она напоминает коготь какого-то хищного животного крупного скорее всего 274 миллиметра общая длина ножа 121 миллиметр длина клинка это чуть чуть меньше чем 5 дюймов но практически 5 дюймов толщина клинка 3 миллиметра что меня очень радует почему потому что 6 миллиметров это очень круто ребят это действительно рау это реально трактор реально танк но запиливать на такую вот изящную шпагу 6 миллиметров 6 миллиметровый клинок было бы на самом деле на мой взгляд явно перебором сталька здесь стоит на клинке беллер n 690 и как на большинстве ножей экстрема ратио то есть сталь я с этой стали познакомился не только на ножах экстрема рацию и она отличается хорошими рабочими качествами и как как я узнал от совсем недавно от своих знакомых из первого цеха что она еще и чрезвычайно под стойка чрезвычайно устойчиво к воздействию человеческого пота что на самом деле немаловажно темное вот это вот покрытие клинка мне буквы ни о чем не скажут на самом деле как она называется я просто могу сказать что экстремовское покрытие клинка очень стойко вот все что я хочу сказать то есть какие-то аббревиатуры сейчас произносить какие-то литеры там начитывать смысла нет смысла в том что у них темное покрытие не облазит может быть немножко такая именно остаются следы такие ну вот вы меня простите этим ножом я рубил и батоним покрытие само по себе не следует чуть-чуть от блескивать стал причем посмотрите после руки и батонин опять же качество режущей кромки видите вот она 690 сталь пару как рукояти немножко вернусь еще рукоять у нас чувствуется конечно что она не толстая но за счет длины очень удобно располагать располагается на диагональным хватом в руке при прямом молоточном хватит но это посмотрим на тестах как там будет он строгать в любом случае здесь место в длину полно на ширину ладони я имею ввиду то есть она не маленькая но она конечно же не пухлая то есть здесь чувствуется что именно для какого-то рабочего молоточного хвата можно было бы иметь рукоять попухлее но здесь если мы берем вот я рассматриваю этот нож и реально у меня прям наверно надо было раскрыть покрутить его в руках чтобы чуть-чуть спокойнее рассуждать почему потому что я прям реально восхищаюсь я по-настоящему кайфую если мы рассматриваем этот нож как и dc плюс какой-то self-defense компания экстрема рацию позиционирует этот нож как self-defense вы меня простите здесь что уколы что какие-то секущие режущие такие вот движения они просто доставляют удовольствие но обратный хват просто суперский здесь вообще без вариантов то в общем этот нож не совсем для того чтобы строгать очень долго и мощно там выстругивать хотя я уверен что какие-то именно работу он в любом случае выполнить стальные лайнеры у нас без выпилов что по большому счету пофигу почему потому что нож очень легкий невероятно легкий и очень конечно же он изящный лайнер у нас заходит ну скажем от начала до середины и ты клинка место именно отжимания лайнера она очень удачно выбрана здесь сейчас я фокус на виду очень удачно выбрана что она так близко к клинку и весь прикол в том что посмотрите как сразу практически начинается режущая кромка но дизайнер проектировщик этого ножа если бы вот сейчас я тоже мы другим пальцем если бы я отжимал где-то здесь и складывал то у меня в принципе видите режущая кромка идет на палец он сделал невозможным вариант какого-то отжатия лайнера вот в этом месте я отжимаю лайнер в самом самом начале начинаю складывать и вот видите все самую-самую вот это вот начало клинка у меня палец упирается я не могу себя порезать случайно при складывании ножа продолжаю складывать и убеждаюсь в том что клинок у нас ровно по центру нож сделан мега качественно он собран прям вот прям как все они делают в общем рукоять прочная красивая очень легко она будет обслуживаться почему потому что она полностью у нас просвечиваем я назовем это так то есть никаких спейсеров нет нож легко продуть легко промыть и перейдем к клинку который опять же великолепен и я даже в данном случае все мои практические какие-то практичные мои движения я уже несколько раз говорил что я эту форму клинка не очень долюбливаю за то что не так удобно ей резать на кухне но не в данном случае потому что несмотря на то что у нас такой именно когтеобразный клин посмотрите тоже небольшая заботушка конкретно вот обо мне о человеке который любит готовить если мы берем конкретный какой-то четко выраженный ворн клифф который упирается буквально вот ровно ровно прямая линия режущей кромки то у нас нарезка идет только кончиком здесь немножечко вывели на верх ли режущую кромку с учетом того что клинок длинный и длинная рукоять мне кажется что этого должно хватить чтобы вот под таким углом спокойно нормально резать чтобы нарезка шла именно режущей кромкой а не кончиком браво отличное решение то есть конкретно вот моих личных каких-то вот недовольствие проблем удалось избежать буквально таким вот легким изящным движением двухсторонний шпенек переставляемый под левую руку то есть он у нас сейчас вот таким вот образом идет причем что интересно то что то место где закручивается скажем так вот этот винт она длиннее то есть поясню для левши шпенек если вот его не переставлять для левши шпенек длиннее выступает больше выступает чем для правши ну здесь опять же момент такой эргономики я могу сказать что очень удобно нож открывается несмотря на то что он идет довольно туго нож открывается очень удобно сейчас я попрошу вашего секундочку терпение вне камеры попробую вот так открыть инерционно но на камеру тяжело потому что все сверну но можете мне поверить на слово вы щелчок слышали конечно это не вот такой щелчок который издает рау ну ножи совершенно разные по своему по своему профилю по своей философии при этом и тот и другой поражают своей красотой гордая надпись made in italy зеркальная у нас кромочка с другой стороны не менее гордая надпись extreme ratio и в начале рукояти вокруг осевого надпись bf3 dark talent и номер ножа тоже вот классно когда что мне нравится что у extreme рацию все ножи пронумерованы если какие то есть вопросы плюс дается еще вот такой вот талончик здесь четко все видно кто и когда проверял этот нож на качество наверное это и есть причина того что все эти ножи так хорошо собраны еще один замечательный момент который я хочу отметить без всяких выпендрежи вроде бы нож весь такой вот технологичный правильно он весь такой вот на каких-то таких вот минимальных как я уже вот показал моментах которые действительно вот продуманный и осевой под самую обычную как это в народе говорят минусовую отвертку отверстия для темляка здесь нет и она и не нужно при такой длине рукояти у вас получается что если вы берете темляк но это как-то вот будет не знаю по крайней мере я считаю что темляк здесь точно не нужен но если вы фанат темляка то принципе здесь можно за клипсу как-то зацепить хотя это будет конечно выглядеть немножко знаете когда на машину ставят какие-то дополнительные приблуды и машин то вроде хорошая дорогая и как бы статусная и все нормально но выглядит настолько по-клоунски конкретно этому ножу никакие темляки не нужны потому что вот это его темная хищная кровожадная ассасинская сущность от каких-то дополнительных скажем украшений она только потеряет в виде и вот согласитесь со мной дорогие мои туристы и милитаристы вот реально как я уже сказал красиво стильно и они выглядят по-настоящему вот по оружейному нет никаких вот лишних каких-то вот кричащих моментов нет каких-то вот там я не знаю дополнительных украшений как вот некоторые сейчас та же самая компания cold steel она просто ударилась в разного цвета рукояти оформляет там золотом этот golden айтам еще какие-то еще какие-то моменты все черное матовая почему функционал говорит сам за себя и плюс это по настоящему красиво это не требует какого-то какой-то ярмарки вокруг себя это действительно очень здорово в общем как я обычно останавливаюсь на сферах применения этот нож совершенно спокойно справиться с какими-то и диссишными задачами плюс безусловно какие-то его самооборонные качества не будем сторону откладывать я совершенно не стесняясь об этом говорю ну скажем увидеть этот клинок в руках и пукнув не убежать далеко не каждый злодей сможет а если и устоит 121 миллиметр просто стилета когтеобразного стилета прямые спуски кстати забыл отметить при 3 миллиметрах на обухе наверняка очень хороший будет рез цена-качество совершенно на мой взгляд сопоставимы но совершенно шикарнейший очень красивый нож это один из тех ножей которые берут больше даже для души чем вот потому что конечно можно на карман какой простенького китайца посадите он будет резать и так далее здесь стиль реально стиль реально красота для ценителей жанра спасибо за просмотр извиняюсь за много букв всего доброго и то Продолжение следует...